И так приветствую вас друзья, с вами Гастролер. Мы наконец-то дождались вот этого специального конкурса, специального ивента, который на один день у нас задержали. Вот он начнется буквально через несколько часов и в принципе будет он точно таким же, как предыдущий специальный конкурс. Я думаю сильно там отличаться он не будет по составам флотов, ну и вообще в принципе по своему прохождению. Хотя от кексов можно ожидать разумеется всего чего угодно. Вот что хочется заметить, то что ну это как я понимаю такие специальные конкурсы не будут проходить постоянно. То есть это уже как идет предновогодняя подготовка. Кексы пытаются раздать те призы, которых у кого-то возможно еще нет. И соответственно проводят такие вот специальные конкурсы. Хотя для игроков, которые играют достаточно давно, навряд ли все это будет нужно. Потому что как вы видите у меня это все давным-давно взято открыто, как бы все из этих призов. Ну а для тех, кому бы эти призы могли пригодиться, такой ивент будет пройти достаточно сложно. Из-за того, что придется очень много набирать очков, очень много придется фармить. Ну просто там придется фармить вообще, не знаю, не спать, не есть, только заниматься тем, что фармить. Как вы видите, повторяют кексы вот эти вот новые пушки. То есть это башня с торпедометом Бримстоун, башня с пушкой Шторм, ну и башня с волновой пушкой. Поэтому как бы, ну их повторяют, проводят повторно. Для тех, видимо, кто не успел их взять в прошлый раз. Хочется сразу отметить, вот что башня с пушкой Шторм, очень много по ней ходило всяких разговоров. Как вы видите, в конечном итоге кексы ее очень сильно порезали по дальности, добавили мертвую зону и, в принципе, немножко добавили урона. Ну я думаю, что из-за того, что ее сильно так срезали дальность на целых 500 метров, вот этот вот урон, ну это сильно такая маленькая компенсация для такой вот пушки. Как помнится, в прошлый раз была у нее дальность 8100 метров. Я даже построил специально под нее отдельный модуль и уже даже провел его испытание. Сегодня собирался делать видео, но, как вы видите, кони, они такие кони. И они как бы все переделали, передумали и порезали вот эту вот пушку. Давайте пройдем быстренько по призам. Я не буду сильно затягивать это видео, не буду сильно на них зацикливаться. Что я вам рекомендую? Если у вас нет никакого авианосца, вот авианосец Вальгала очень хорошая, так скажем, альтернатива заменить какие-то другие авианосцы. Достаточно интересный корабль, достаточно вместительный. То есть, в принципе, в него влазят даже все четыре слота бомберов третьего уровня. Еще остается место там для щита и для двигателя. Поэтому достаточно интересный хороший корабль, обладающий покрытием ионное поле, которое дает нам 20% бонуса для пробития вражеских щитов. Поэтому, если у вас нет какого-то другого авианосца, ну, я Мидгард вообще не считаю, не беру в расчет. Поэтому рекомендую брать вам вот этот авианосец в качестве одного из главных призов. Далее рекомендую брать эсминец-копейщик, ему пока альтернативы такой, чтобы прям вот взять и заменить его пока что нет. Среди эсминцев вот этот на сегодняшний день один из самых доступных и один из самых лучших. Что касается линкора Доблестного, то в принципе, если у вас уже есть дреды, то этот корабль можно себе не открывать. Потому что два этих корабля, они практически идентичны, там отличаются немножко только по прочности и немножечко по массе. Но при этом, при всем, не стоит забывать, что дреда модифицировать, прокачать ДМК-5 значительно проще, чем вот этот линкор Доблестный. Хотя в дальнейшем я покажу небольшое видео, маленький секрет, так скажем, как можно Доблестного прокачать, как можно быстрее. Вот, добыть для него нужные компоненты. Но это будет немножечко попозже. Ну и штурмовик Комода, ну лично я их для себя не строил вообще. У меня их в принципе вообще нет. Ну хотя корабль, как вы видите, открыт. Потому что штурмовики постоянно что-то новое добавляются. Ну и вообще, в принципе, после того, как появился корпус демонов, то все вот эти вот старые корабли, они как бы теряют вообще свою актуальность. Тем более, такие вот специфические, как штурмовики, там, как фрегаты. Ну и в принципе, все остальные. Что касается вот этих башен, торпедометов новых для защиты нашей базы. Ну опять же, я бы хотел всем рекомендовать башню с пушкой Шторм. Открывать третьего уровня. Ну и после того, как ее кексы так сильно подчикали, я даже не знаю, насколько она будет эффективна. Поэтому, еще раз повторюсь, я готовил обзор под нее. А тут ее раз, вот так вот взяли и нагло порезали. Поэтому, как бы, тот обзор уже не актуален. Придется заново все переделывать, скажем так. Поэтому, ничего пока не буду вам конкретно рекомендовать. Поэтому, не знаю, берите, в принципе, наверное, на свое усмотрение. Мне кажется, что все-таки башня с волновой пушкой достаточно интересное такое снарядное оружие. За счет своей большой дальности и, в принципе, неплохого урона. Ну, допустим, если сравнивать вот с башней с пушкой AP, то здесь урон значительно больше, как видите, на 25 единиц. И что, в принципе, касается вообще вот этой башней с пушкой AP. У нее, да, есть бронебойность там 6. Но, при этом, при всем, вот эта вот конкретная пушка, она такая кривая на самом деле. Настолько косая, она постоянно промазывает. Это уже давным-давно было замечено. И поэтому, вот этот, что вот этот баф на бронебойность, да и, в принципе, урон у нее не сильно большой. Все это сводится на нет из-за того, что она довольно-таки косая. Если честно, то вот это снарядное оружие, башню с волновой пушкой, я пока что еще не проверял, поэтому не могу насчет ее, прямоты, так скажем, говорить что-то конкретное. Ну, в принципе, можно рассмотреть как один из приоритетных призов. Торпедомет вот этот, бримстоун, ну, ребята его уже испытывали. Да, у него хороший урон, у него очень хорошая дальность, как для торпедомета, для взрывного оружия. Ну, вот, ребятам он не сильно понравился за счет того, что он там долетает до определенного, так скажем, расстояния, взрывается, там эти снаряды летят, бог знает куда. В общем, такая достаточно противоречивая пушка. Не сильно понятно, как ее использовать при обороне. Обратите внимание, что вообще в этот раз достаточно много кексы выкинули оружие для обороны базы, то есть здесь у нас и ракетомет Сико появился, и башня с эхопушкой третьего уровня появилась. В принципе, и ракетомет Сико, и башню с эхопушкой третьего уровня, я их испытывал, данные виды оружия, ссылки, в принципе, на них и появятся сейчас у вас на экран, и можно будет перейти, посмотреть, и будут также под этим видео, в отдельном, так скажем, блоке эти ссылки. На что хочется сразу же обратить внимание, что вот башня с ракетометом Сико тоже подверглась очень сильному такому урезанию в этот раз. У нее тоже очень сильно уменьшили дальности, до 7000 метров всего-навсего. То есть, если раньше вот это вот оружие доставало до эсминцев, то теперь оно до них не достает. То есть, это становится, в принципе, оружием ближнего боя, оружием, которое будет защищать вашу базу от танковых флотов, которые пытаются пробить вашу оборону, пробиться к главному модулю, а не расстреливать его откуда-то издалека. Решение, на мой взгляд, со стороны Киксов достаточно противоречивое, достаточно странное. Ну, хотя, на самом деле, они в последнее время очень много странных решений принимают. Поэтому, ну, в новом году будет, я думаю, что-то новое. Возможно, какие-то новые будут пушки для обороны. И, в принципе, это будет видно уже в следующем году. Не так уж и много времени осталось. Там месяц-два, и что-то станет более ясное, более понятно. Дальше, что, в принципе, хочется порекомендовать из основного оружия, которое нужно у себя в копилке иметь, если у вас оно еще не открыто. Сразу говорю, что вот этот сдвоенный двигатель, ну, стрейф плюс 80, да, у него скорость. 80 добавляет стрейф, 80. Но при этом поворот минус 33. Ну, в принципе, вот этот вот двигатель можно использовать только на фрегатах. Хотя я, честно говоря, нигде его не видел. И сам лично его не использую. Так что, вот прям взять там и ставить, ставить, ставить на свои корабли. Вы обязательно должны в этом риоте для себя взять такие виды оружия, как торпеда с изменяемой траекторией, или торпедомет-вектор, как мы его называем в простонародье. Вот, вы должны взять его обязательно. Все три уровня берите, они все три вам, это 100% пригодятся. Ну, пока что из ракетного оружия, из взрывного, на сегодняшний день, это пока что самое лучшее, самое имбовое, и самое, наверное, часто встречающееся оружие, которое есть в этой игре. По крайней мере, на сегодняшний день. Ну, как бы эскадрилья бомбардировщиков, если вы еще себе не открыли, то пока что на сегодняшний день это самая имбовая эскадрилья, это самые лучшие истребители для наших авианосцев. Я, в принципе, рекомендую брать второй и третий уровень. Ну, первый, если там останутся, у вас немножко очков, можете и первый взять. Ну, навряд ли они вам сильно пригодятся. Второй и третий уровень пригодятся по-любому, это 100%. И два последних приза, опять же, для кораблей. Это разрывная пушка и волновая пушка. Что касается разрывной пушки, то это оружие ближнего боя, всего 2200 метров, у него дальность. Его в основном используют как раз вот на штурмовиках, таких как вот Комода. Ну, я, в принципе, на штурмовики его только и ставлю. Что касается волновой пушки, то в свое время она достаточно громко гремела. Там это была такая крутая новинка. Ну, она себя, честно сказать, не очень сильно оправдала. Не очень она хорошо себя показала. Из-за того, что у нее достаточно небольшая скорость начального полета. Она, так скажем, обрезанная, урезанная. Хотя у нее очень достаточно хорошая дальность, 4800 метров. Для снарядного оружия это прекрасная дальность. И достаточно у нее хороший урон. Вот, что хочется сказать. Часто спрашивают, чем заменить гладиатриксы, если у вас они не открыты. То вот эта вот пушка, это отличная, прекрасная замена гладу. Вот, в принципе, для фарма она подходит идеально. И она не очень идеально подходит для пвп. А вот для фарма это самое-самое оно. В принципе, второй и третий уровень. Да и первый, наверное, пригодится. Ну, хотя первый нет. Первый навряд ли пригодится. Я думаю, второй, третий уровень вы должны себе взять. Если у вас гладиатриксы не открыты, то на инстаремных в сборках можно использовать вот эту вот волновую пушку вместо гладиатриксов. Ну, а так, в принципе, больше рассказывать по этому ивенту пока что нечего. Постараюсь, когда уже сам ивент начнется, сделать отдельный обзор для небольших левелов. И показать, чем фармить и что фармить. Какими флотами инстаремными, чтобы набрать как можно больше очков. Вот, и так, буду заканчивать, ребят. Всем спасибо за просмотр. И не забывайте ставить ваши пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали до сих пор. И всем пока-пока. Удачи на ивенте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok